Задача властей предотвратить дальнейшее самовольное строительство в Сочи, лишить застройщика возможности легализовать строение и принудить его самостоятельно снести уже построенную многоэтажку. В противном случае судебная неустойка и ежедневные штрафы, за счет которых муниципалитет сможет демонтировать незаконно возведенный объект без участия правонарушителя. Сегодня, я абсолютно уверен, администрация Краснодарского края приняла достаточно правильный и грамотный, исходя из законодательства, инициативу распоряжения главы, которая определяет степень штрафных санкций по отношению к тому, кто не сносит незаконное строительство. Это позволит в какой-то мере ввести на коптильный принцип финансовый средств для сноса незаконных строений. Это раз. Во-вторых, подвигнуть. Уже сегодня мы знаем, что принятие этого решения позволило более восьми объектам самостоятельно снести. Раньше прецедентов такого характера у нас не было. Это говорит о том, что подобные мероприятия дают возможность, толчок к тому, чтобы вся система органов управления власти, не только региональная, и муниципалитеты, а и федеральные институты, судебные приставы, судебная система, правоохранительная система, принимала комплексные меры для того, чтобы не защищать тех, кто незаконно строит, а создавать условия к тому, чтобы подтолкнуть их к тому, чтобы они работали в правом поле. То, что ситуация на курорте кардинально изменилась и в Сочи больше не строятся самоволки, отметил и первый вице-губернатор края. У нас всего по Сочи подано 536 исков о взыскании судебной неустойки. Что такое судебная неустойка? Это сумма от 50 до 10 тысяч рублей ежесуточна с самостройщика. На сегодняшний день у нас по городу Сочи ежесуточно в бюджет 380 850 рублей взысканно. 380 ежесуточно в месяц это 11 500. Это только начало. Это серьезный документ, который был выработан совместно на основании нашей совместной работы, который подразумевает под собой четкий порядок действий со сроками для всех муниципальных образований и внутри них по работе с выявлением, оформлением и обращением в суды и дальнейшими действиями с объектами самовольного строительства. Мы смогли административными ресурсами организации всего этого снести 3 объекта, а самостройщики за этот период времени снесли 20 сами, когда стали получать требования о взыскании судебной неустойки. То есть этот инструмент намного действеннее оказывается, поэтому я считаю, что его нужно использовать в полной мере, в полном объеме. На сегодняшний день считаю, что по Сочи ситуацию удалось переломить. Неизбежность сноса и неотвратимость наказания – это главная позиция руководства курорта в вопросе борьбы с самостроями. Самое большое количество самостроя в Адлерском районе, но пока Адлерский суд по наказанию, по штрафам не вынес ни одного, нам надо там как раз первыми начать снос, особенно в Америкинской низменности. И мы, конечно, еще раз обращаемся с просьбой к судьям, чтобы немедленно накладывать обеспечительные меры по нестроительству. Вот здесь, если это будет происходить, мы навсегда решим эту проблему. Помимо всего прочего, власти Сочи объявили о готовности бесплатно отдать участки под такими домами. Чтобы получить землю на территории города, нужно снести самовольный объект, по которому уже есть решение суда. И участок под незаконным зданием переходит к новому владельцу. Снос предприятия должны произвести за свой счет, а потраченные на демонтаж средства, затем они могут взыскать с недобросовестных застройщиков. Права на земельный участок администрация Сочи передает в порядке в переуступке. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКД.